Вышла новая серия скипдитойл от 74. Начинается все с того, что инженер включает камеру, проверяя ее, дает ее этому фиолетовому тивимену, которого мы видели в прошлой серии. После того, как он показал класс, этот тивимен со словами поехали, телепортируется к двум скипдистам и начинает сразу же подрубать свой гипноз со словами защита задом наперед говоря. После этого скипдисты, выполняя свою команду, идут куда-то, едут. После этого тивимен телепортируется и убивает другого скипдиста. После чего говорит со словами дай мне голову, забирает его голову и включает под сканер. Этот сканер был взят из Блэк Мезо, соответственно тому, что это находится на территории Блэк Мезо, неподалеку от Черной Мезо. Значит и эта местность сама неподалеку от Сарфа и Стэншн. Поверхностные натяжения. Если вы играли Блэк Мезо, вы меня поняли, зачем нужен этот сканер. Ну а тем временем мы продолжаем. Скипдисты, выехав, убивают остальных скипдистов на своем пути, а далее пытаются убить себя. Тем временем он снова сканирует и мы видим то, что он летит на своем джетпаке куда-то. И мы тут видим очень много убитых из скипдистов и агентов. Ну а далее легендарное возвращение Симпа, который сидит вон там в уголке. Но странно как понять то, что вот этот камерамен стоит. А также здесь два новых спикерменов, которых мы никогда еще не видели. Ведь мы их взяли в плен. Со словами «Уйди» Тиви Мэн поворачивается в другую сторону и идет к скипдисту. И говорит «Молодец, братан». Скипдист как осознает то, что гипноз прошел, сразу Тиви Мэн замахивается и убивает его. А далее летит опять к этому скамеру, а далее снова взяв голову открывает дверь и видит как рабы начинают слушаться и поддаваться этой песне, а некоторые даже подпевать. В итоге они с гнилыми мозгами идут на Тиви Мэна, но Тиви Мэн их отбрасывает. И Тиви Мэн говорит это слово. Мозги у них гнилые, сожгите здесь все. А тем временем мы можем увидеть то, что симп-камерамен роняет свой планшет и тянет руку к Тиви Мэн. Ну а далее раскрывается тайма сериала. То, что Джи Тойлета хотели астровифицировать. И мы видим тут отчетливо эту картину примерного плана их астровифицирования. Видимо у них есть собственный Джи Тойлет. А далее Тиви Мэн говорит займитесь своими делами и телепортируется на базу Тиви Мэнов. Но после этого мы видим как Тиви Ученый поворачивает голову и смотрит на картину. А далее говорит выруби ты свою камеру. И после этого запись обрывается. А Тиви Мэн когда давал эту картину ему, он сказал слова взгляните. Тут мы можем еще увидеть астрок-лишню, которую они изучают с фиолетовыми партиклами. Ну а далее мы все это наблюдали с знакомого нами номера 1247. Да, именно этот номер мы уже где-то видели. Либо я что-то ошибаюсь. Тем временем Тиви Мэн Титан говорит, что он обнаружил то, что их соединяет. Через трансляцию, которую он нам дофак показывал уже вчера. Или же позавчера. Показывает то, что произошло. Единственное здесь отличие то, что там появился взрыв, когда появился тот огромный скибедист. И вы мне сейчас скажете то, что этот скибедист стал огромным прямо сейчас. Но я скажу нет. Потому что если посмотреть на прошлую серию, этот скибедист и до этого был огромным таким. Не верите? Взгляните. Он почти здесь с размером здания. А этот скибедист не с размером здания. Его голова от туалета слишком мала. И та башка у белого этого скибедиста-мутанта огромнее, чем у вот этого черного. Ну так как вы увидели, продолжаем смотреть. Далее прилетает Джи Тойлот и говорит им что-то на языке скибедистов. Типа, сейчас нам нужно идти в город. И только сейчас дофак добавил туда какого-то там слишком умного ученого в белом туалете. Ну а далее, естественно, все поворачиваются на нас. Пролетает контейнер. А потом мы убегаем куда-то. Убегаем, убегаем. А далее происходит такая сценка. Типа, не хочешь кафе? А далее на нас бросается чертов скример из ФНАФа 4. Боже мой. Йокарный бабай. А далее Тим Мэм Титан говорит, что они ослабли. Идеальное время для атаки. И камера Мэм Титан соглашается с этим бедением. Спикер Мэм Титан тоже. Но Тим Мэм Титан их расстраивает и говорит, что это не для вас. Вы, коллеги, идите домой. А воевать буду я один. Против всех. То есть он подвергает всех опасностей. А далее мы видим спикерменов, которые танцуют разными танцами из Фортнайта. Да, все танцы взяты из Фортнайта. Ну а далее спикермен Титан танцует. И все. После этого Тим Мэм Титан говорит, улыбаясь. Эта война закончится. Ну а потом телепортируется белый ученый Тим Мэм. И говорит. Стой. Не иди туда. Приведите их лидера на нашу базу. Живым. Потому что он нам сейчас абсолютно необходим. Но Тим Мэм Титан после этих слов начинает сходить с ума и говорит. Ты не нормальный что ли? А потом Тим Мэм говорит после этих слов. Нам нужно иметь полную картину. Потому что мы не понимаем, что именно. Пока не поздно. Тим Мэм Титан понимает эту картину. И сразу же успокаивается. А после этого видны очень ужасающие кадры. От которых один камерамен даже упал. Наш камерамен смотрит на это все. И видит ужасную картину. Где пролетают эти астера. И стреляют совершенно другим цветом лазеров. Ну а потом. После этого происходит самое неожиданное. Тим Мэм Титан естественно злой стоит. Но тут появляется астроскибедист. И в него пытаются стрельнуть. Но он наворачивается ловко от всего. Улыбаясь смотрит им в лицо. А далее после этого тихонько улетает. Будто бы сейчас ничего не будет. Но тут он сообщает всем. То что именно Титаны находятся здесь. Супербольшие астротуалеты прилетают на это место. И появляется тот самый легендарный астротитан. Который своим звуком уже всех перепугал. И тут происходят взрывы. Мы можем увидеть как все упали. И мы видим тот самый кадр из сливов. После этого камера Титан показывает нам класс. А далее что-то взрывается у него. Если что можно отличить лазер джи-тойлета. И вообще любых скибедистов от астроскибедистов. У астроскибедистов они естественно. И чуть-чуть желтоватые. Но далее после этого Тивмен говорит. Нет. Я не хочу вас потерять. А далее телепортирует спикер Мэна Титана. Но мы можем увидеть как и камера Мэн Титан тоже слегка телепортнулся. Но это не точно. После этого происходит взрыв. Естественно мы встаем. Мы еще живы. Но этот скибедист смотрит на нас. И заканчивается серия. Я бы хотел вам сказать. То что половина сюжета сериала происходит именно на картах Блэк Мезо. Что отсылает на нас игру. К Халф Лайфа. Сюжетные линии Халф Лайфа и Блэк Мезо связаны слишком сильно с Кипди Тойлет. Ведь иначе бы не было никакой мотивации создавать что-то. А так же мы видим очень много загадок. Что именно я сейчас скажу. Отсылка номер один. Вот такие лазеры. А точнее пушкотых лазеров. Уже была использована в каких-то фан-мейдах. Мы можем увидеть новый вид колонки. Которая находится вот здесь. Еще деталь которую мы не увидели. А именно. Вот эту штуку. Это. Астро помощники. Мини помощники астротуалетов. Хотел сказать. То что Тиви Мэн. Пытаются связаться с каким-то миром. Потому что мы можем отчетливо увидеть. Их фиолетовый. Компьютер. Который находится. Позади него. А там стоит. Тиви Мэн. В какой-то другой одежде. Или мне это кажется. А так же можно заметить. Еще летающие телевизоры. И проходящего Тиви Мэна. Вон там. Странно. Что они делают с этой штукой. Непонятно. Данная карта. Которая. Используется. Сейчас. В 74 серии. Скипди Тойлот. Была использована. Еще в 7 серии. Не верите? Посмотрите серию. Тут можно отчетливо видеть. То что. Карта уже давным-давном. Далеко от Альфа Хиллз. Это естественно понятно всем. Почему же эта бочка горит? Мне кажется. Дафак решил сделать. Отсылку на. Сталкер. Кто не знает. В Сталкер есть такая штука. Которая. Горит. По типу вот такой бочки. Здесь можно увидеть уже. Отсылку на ФНАФ. Мои теории. Мне кажется что. Астры. Скипидисты будут воевать. Против. Камераменов. И скипидистов. Это естественно. Но это не точно. Однако есть еще другая теория. Скипидисты и Альянс. Могут. Дружить уже. Потому что у них появляется. Общий враг. Под названием Астротойлет. И это естественно дает толчок на. Мирность. Между. Скипидистами. И. Агентами. В итоге. Мы можем увидеть. То что. Тут есть чертежи. Ядра. Но. Хочу вам сказать. Маленький секретик. Это ядро. С чертежами. На самом деле. Мина из Half-Life 2. И да. Дафак нам дал. Слишком сильную отсылку. На. Клокменов. Дрельменов. И карандашменов. Но почему-то. Тиви-мен. Их решил отбросить. Также. Вот здесь. И вот здесь. А можно увидеть. Листы. Где куча. Куча договоренностей. Возможно. Это будет отсылать. Нас на тайну. Новой. Серии. И мне кажется. Камерамент Титан. Не умер. Это просто интрига. Такая. Нам не показали. Именно. Что с ним случилось. Но. Рядом с ним. Можно все-таки. Заметить. Что-то по типу. Черного дыма. В то время. Когда в него. Стрельнули. Это отчетливо. Видно. Насчет. Детали. Астро Титана. У этого. Астро Титана. Можно заметить. То что. У него. Рядом с ним. Летят. Вот эти. С энергии. Скажу им. Секретик. Это тоже. Одна из видов. Гранат. Half-Life 2. Которая. Не была. Использована. Как граната. А здесь. Его. Увеличенная. Версия. Еще. Можно заметить. Когда он появился. Рядом с ним. Была какая-то молния. Но. Возможно. Это глюки. Камера. После этого. Мы еще можем увидеть. То что. По. Локации. Есть. Куча. Антенн. Просто. Это не так. Сильно. Видно. Но. Мы. Все-таки. Можем. Это на миллисекунду. Как-то. Увидеть. Я. Из-за. Слишком. Сильного. Блюра. Не могу. Это. Вам. Показать. Но. Я. Уловил. Одну. Антенну. Находящийся. Вот. Здесь. Ну. Ребята. Вот. Такой. Разбор. Новой серии. Был. Надеюсь. Вам. Понравилось. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok